В Петропавловске сдали в эксплуатацию специализированный ЦОН по регистрации и перерегистрации автотранспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Участие в торжественной церемонии открытия приняли глава региона Ерих Султанов и члены Республиканской информационно-пропагандистской группы. Подробности у Ирины Панфиловой. До сегодняшнего дня подобные специализированные центры обслуживания населения функционировали в шести городах Казахстана. Теперь быстро решать вопросы регистрации автотранспорта и в короткие сроки получать водительские удостоверения смогут и североказахстанцы. Символично, что этот центр открывается в преддверии для независимости республики. Поздравляю вас с этим праздником. Здание оснащено современным оборудованием и квалифицированным персоналом. Уверен, что наше население со временным достоинством оценит качество услуг нашего центра. Акимобласть Ерик Султанов и заместитель министра внутренних дел страны Владимир Башко торжественно разрезали ленту. Ознакомились с материальной технической базой специализированного ЦОНа. Все справки и документы для получения водительского удостоверения теперь можно будет получить в одном месте. Имеется на территории центра и современный автодром. Заместитель министра внутренних дел страны Владимир Башко отметил важность создания подобных объектов в республике. Дал хорошую оценку оснащенности североказахстанского специализированного ЦОНа. Современные программные продукты, коммутации, единая информационная сеть. Этот ЦОН он включил в общую систему ЦОНа и он мониторится системой министерства юстиции по всей стране. Североказахстанцы открытие специализированного ЦОНа ждали. Многие уже ожидают своей очереди, чтобы получить необходимую услугу. Пришел поменять права, очень удобно, быстро все делается. Вежливый персонал, везде такой, все обходительные такие. Ну, не знаю, мне очень понравилось. В этот же день в специализированном ЦОНе открылся пункт приема платежей североказахстанского областного филиала акционерного общества «Казпочта». Жители Североказахстанской области могут здесь оплатить все виды коммунальных услуг, налоговые платежи, платежи в счет погашения кредитов. Работать в специализированном ЦОН для автолюбителей будет 6 дней в неделю. Оказывать услуги североказахстанцам будут 60 человек. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.